С каждым днём оккупированный Донбасс становится всё дальше от Украины. И вернуть его становится всё труднее. Почему? Украинский корреспондент международной деловой газеты Financial Times Роман Алярчик в репортаже от 5 июня под названием «Ползучая русификация Донецка» пишет, что сейчас в Донбассе уже почти ничего нельзя купить за украинскую валюту, за гривны. Российский рубль фактически стал местной валютой на всей оккупированной территории. На полках супермаркетов российские товары. Детей в школах учат тоже по российским учебникам. И даже телеканалы, там практически все российские и местные сепаратистки. Роман Алярчик отмечает, что в Донецке даже стало опасно разговаривать на украинском языке. Тех, кто говорит на украинском, могут заподозрить в ведении даже подрывной деятельности. К тому же местные реагируют достаточно враждебно на украинскую речь. Несмотря на то, что Украина отделилась от Советского Союза более 25 лет назад, Донецк – это город, который становится все более русифицированным в политическом, экономическом и социальном плане. В настоящее время нити, которые раньше связывали Восток Украины с остальной частью государства, постепенно рвутся одна за другой. Русификация оккупированных территорий, по мнению Романа Алярчика, может значительно усложнить реинтеграцию Донбасса в состав Украины. В случае, если минские договоренности, конечно, будут реализованы. В то же время Россия не сильно заботится об экономическом благополучии оккупированных территорий Восточной Украины. Роман Алярчик отмечает, в оккупированном Донбассе сложилась сложная экономическая ситуация. Растут цены, сокращаются зарплаты, увеличивается уровень безработицы. А огромные расходы на содержание региона, возможно, и стали одной из причин, по которой Кремль не аннексировал Восток Украины, как это было с Крымом, пишет Алярчик. Россия решила не аннексировать Донбасс, возможно, из-за опасений дальнейших западных санкций. Хотя многие видят причину в другом. В отсутствии желания у Москвы брать на себя расходы по обеспечению густонаселенного региона и сотен тысяч пенсионеров, которые в нем проживают. Но русификация не единственная проблема, с которой может столкнуться Украина в процессе реинтеграции Донбасса. Специальный корреспондент российского общественно-политического издания «Новая газета» Павел Конегин в статье от 5 июня «Серая война» пишет. Так называемая власть самопровозглашенных республик может национализировать те немногие украинские предприятия, которые до сих пор там работают. И вот на днях так называемая ДНР огласила некоторых владельцев крупнейших предприятий региона персонами Нонграда. О ком идет речь? Это первый шаг возможной их национализации, этот процесс. И о ком идет речь? Павел Конегин называет Рената Ахметова и Бориса Колесникова. И при этом в этом списке отсутствуют члены семьи Януковича. Немногие функционирующие там предприятия, подконтрольные таким собственником, как Ренат Ахметов, Борис Колесников или семьей Януковичей, продолжают отчислять налоги в бюджет Украины, отказываясь делиться с новыми донецкими силами. В связи с этим в верхушке ДНР и среди ее московских советников, по данным новой, возревает мысль о проведении масштабной национализации. Продолжающиеся бои вдоль линии разграничения еще больше усложняют возможное воссоединение оккупированного Донбасса с остальной Украиной, продолжает Роман Алиарчик, автор статьи Financial Times, о которой мы говорили в начале. Журналист приводит слова работницы Макеевского металлургического завода Марины. Цитирую. «Слишком много крови пролито. Мой муж, мой брат, мой отец, все они на войне. Друг моей матери потерял ногу. Дом моего лучшего друга разрушен. Многие друзья погибли. Как мы можем дружить?» В то же время военный корреспондент «Новой газеты» Павел Коныгин пишет, в зоне конфликта расцветает мирная жизнь, но в преддверии очередных переговоров нормандской четверки и минской контактной группы обе стороны конфликта вновь берутся за оружие. Бои ведутся в нескольких точках, находящихся в серой зоне, на территориях, принадлежность которых какой-либо из сторон не прописана в Минских соглашениях. Населенные пункты в этой так называемой серой зоне расположены вдоль линии соприкосновения на узкой полосе, которая по логике Минска должна была стать буфером между воюющими армиями. Впрочем, неприкосновенный статус этого буфера в соглашениях так и не прописали. В результате захват серых зон начался почти сразу после перемирия. Коныгин продолжает. Обе стороны конфликта и пророссийские боевики, и украинская армия занимают населенные пункты, находящиеся в серой зоне. Русификация, национализация предприятий на оккупированных территориях Донбасса и продолжающиеся бои в будущем усложнят воссоединение региона с Украиной. В случае успеха Минского процесса Украине нужно будет восстановить право собственности в Донбассе, заменить рубли на гривны. Мир и совместное проживание также невозможно без примирения людей, которые сейчас находятся по разные стороны линии разграничения.